Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калин Красный. И сегодня у меня замечательные китайские мини-фигурки от компании XIN по сериалу Пацаны. Ну, я не удержался, простите. В общем, что это такое и где это купил? Купил я это на Алиэкспрессе. Кстати говоря, ссылочка на данные мини-фигурки будет первая в описании. Переходите, покупайте их. Это замечательные мини-фигурки, посвященные у нас сериалу Пацаны. И офигенному сериалу. Ну, вкратце, ребят, его просто стоит посмотреть. Сразу вам скажу, что там строго 18+. Если смотреть в озвучке, которую я смотрел, это кубик в кубике, там мат на мате и все остальное. Ну, если вкратце, то сериал про то, что в нашей жизни существуют супергерои, которые не совсем как бы супер, а имеют вторую сторону медалей. И там вообще на самом-то деле, на самом-то деле в этом сериале отображаются все очень важные аспекты нашей жизни сейчас, социальные и не очень. То есть там показывают о том, что очень много проблем в существующем мире, и это все отображается с помощью, скажем так, вот этого повествования супергероев. Вообще сериал основан, насколько я знаю, по комиксу. Но если я не прав, ребят, то поправьте меня в комментариях. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор на все новинки Лего и его аналогов. Приятного просмотра! И вот, значит, есть такой замечательный сериал. Недавно закончился третий сезон. Я, честно, до третьего сезона не смотрел данный сериал. Я, то есть, увидел вот эти крутые анонсы, как форсили новости о третьем сезоне и решил посмотреть. Я сейчас только посмотрел два сезона. И я был очень рад, когда компания Xen анонсировала пак по данному сериалу. Безумно был рад. В общем, на Алиэкспрессе существует два пака, но это у нас Xen. Я решил взять Xen, потому что он более-менее качественный, но в последнее время скатился. В общем, ребят, я взял полностью пак, что большая на самом-то деле редкость. Лично для меня, потому что я зачастую беру не всеми фигурки, но тут я не удержался и взял полностью. В общем, кого я взял? Сразу вам скажу, ребят, которые смотрят данное видео, являются фанатами данного сериала. Я смотрел кубик в кубике, поэтому героев я буду называть именно то, как они там звучали. Так что не обессудьте. Ну, начнем мы с первой героини. Это у нас, насколько я знаю, это у нас Алла Графиня. Я еще не знаю, кто это, потому что третий сезон я не смотрел, а во втором сезоне ее точно не было. Да и в первом тоже. Вот. В общем, офигенная фигурка тем, что у нее крутой здесь пропринтованный плащ. Дальше. Дальше у нас королева Мэйв. Ну, вы знаете, кто это. Тоже прикольная девушка. Прикольная. Вообще прикольный герой. Мне очень понравилось. Супер. Дальше у нас Гроза, она же Штормфронт, которую все ненавидели. Которая у нас является немножечко нацистской. Вот. Прикольный герой. На самом деле, как антагонист очень интересный. Да и фигурка тоже вроде как прикольная. Но я сразу вам скажу, я фигурки быстро просмотрел. Что-то по качеству там где-то что-то хромает. Но посмотрим, а это будет же в обзоре. Вот. Пучина. На мой взгляд, вообще самый бесполезный супергерой. Уж очень много связано с неудачами. Особенно с неудачами и рыбами. Но вообще прикольный, смешной герой, но неудачный, конечно, тот еще. Дальше, дальше, дальше. Я специально откладываю самое интересное на потом. Это у нас ракета. Он же поезд А. По-моему, в оригинале так он звучит. Прикольная фигурка. Вот в такой она здесь броне. Но в первом-втором сезоне у него была броня одежды. Его вот такая синяя классическая. Прикольная. Мне понравилась. Вот. Кстати говоря, имеется в другом какой-то пак в Китае на Алиэкспрессе. Там он в классической синей броне. Может быть, возьму. Не знаю. Дальше. Дальше у нас солдатик. Это новинка у нас третьего сезона. Блин, крутая мифигурка. Крутой щит. Очень похожий на оригинальный. Ребят, звездочка. Просто шикарная. Я вот прям отсюда на нее смотрю. Просто шикарнейшая. Мне очень нравится. Мне кажется, прям, ну, уф, уф, выглядит прям симпотная. Ну, и самое главное. Самое главное. Это у нас твердыня. Твердыня офигенная. Посмотрите, какой у него прикольный плащ. Ребят, я вам сразу скажу. По непонятным мне причинам в паке не было мясника, бучера и хьюи. Я не знаю почему. Хотя они... Так же не было и молоко матери, и не было француза. Хотя они главные, скажем так, тоже герои сериала. Но вышел пак, посвященный именно супергероям. Возможно, от Ксена стоит ожидать еще пака, где будет мясник. Потому что, ну, мясник, это, конечно, сама харизма. Ребят, не томлю. Раскрываем, смотрим. Итак, ребят, фигурки собраны. У меня просто офигенные эмоции. Потому что, ну, вот так вот в целом в комплекте смотрится очень прикольно. Очень ярко, очень красочно. Но я вам прямо сразу скажу, что есть косяки. Ксена реально что-то подздали своей позиции. Есть небольшие косячки, скажем так. Просто не по принтам, не они съехали-не уехали, а просто, ну, какие-то недочеты. Но о них чуть позже. Но вот так вот на них смотришь, они просто шикарные. И я вам сразу скажу, если вы фаната данного сериала, вам нравится Лего или вот такой формат фигурок, то покупайте их смело, потому что компания Лего никогда не сделает по данному сериалу наборы или еще что-либо. Потому что там помимо того, что мат, там насилие, там вообще много чего, от чего Лего отнекивается, отказывается, никогда не сделает. Вот и ссылочка на данный пак фигурок, первое в описании, переходите, их покупаете. Можете пак, можете взять любимых себе героев, вот только твердую не звездочку, любоваться именно только двумя, потому что, ну, они шикарные вообще, они просто обалденные. Так, ребят, фигурки офигенные, не томлю, смотрим. Первая фигурка у нас поеста, он же ракета для меня. Я, честно, пока не знаю, что у него с броней, почему он ее сменил, но тут имеются такие отголоски синего. В принципе, все хорошо, ничего никуда не съехало, и по цветовой гамме все вполне достаточно хорошо. Просто бывает такое, что если отливка одного цвета, а печать другого, то у китайцев плохо они совмещаются и кладутся. Но тут вы видите, что даже буковка А, она состоит, как бы, ну, многие тостики, они отдельно, и она офигенно пропечатанно легла. То есть, за это им, конечно, респект. Косяк данной фигурки в том, что шлем отливка, она легла неправильно, она неправильной формы, и она села слишком глубоко, скажем так. То есть, ее нужно немножко вот так поднять. Вот, классическая прическа лего выглядит вот так. Но в целом фигурка балдежная, кайфовая. Очень нравится, что мышцы, вот видите, даже мышцы прорисованы, елки-палки. Вот, и у нас два выражения лица. Обычная, без очков и с очками. Ну, в принципе, он по фильму немножко лысый, я не знаю, чем ему эта афро-прическа, но так он более похож на себя. Фигурка топовая. К сожалению, никаких аксуаров в виде скорости или еще что-либо у нас нет. Ох, ребятки, паучина, ну это вообще отпад для меня герой, я с него просто угораю. Сразу вам скажу, что очень жалко, что никаких аксуаров не положили. Хотя бы того же осьминога или дельфина, если вы понимаете, о чем я. Ну или хотя бы просто фигурку рака, краба. Блин, ребят, если вы поняли, о чем же я опять. Вот, фигурка шикарна, она именно золотистого цвета, очень прикольно блестит. Все принты на месте, все вообще шикарно. Прикольные мышцы, топовые. Единственный недочет, но это бывает такое. Видимо, фигурка пока сохла, упала у нас голова и имеет вот эта краска. Эта краска, вот эта желтая краска. Но я думаю, она спит у нас ототрется аккуратненько. У нас два выражения лица, очень похож на себя паучина. Вообще все персонажи на себя похожи, очень реалистично похож. Вот такое выражение лица первое, и второе, вот такое немножко сухмылка. Но здесь какой-то лоб слишком у меня уж залысина большая, и такое туповое это лицо. Но мне больше нравится вот это лицо все же. Оно более, что ли, какое-то правдоподобное. Гроза, она же Штормфронт. Ну, скажем так, фигурка проходная, потому что, на мой взгляд, немножко есть тут косяки по цвету, именно по накладке цветов. Хотя, может быть, я придираюсь. У нас две молнии, потому что у нас гроза. Но, в принципе, в принципе, если не сильно не вглядываются, то нормальная фигурка, принты на месте, не съехали, не уехали, все в 360. Но мне что-то, знаете, вот вживую как-то не очень смотрится. Прикольный плащ, принтованный, круто, что припринтовали. И у нас офигенно хорошая прическа, и два выражения лица. Вот такое злое, недовольное, и вот такое милое, улыбающееся. Но, в принципе, на себя похоже. Ну, фигурка прикольная, пойдет, пойдет. Вот, алая графиня. Ну, честно говоря, мне не очень нравятся ее костюмы. Можно было еще что-нибудь поинтереснее, как у звездочки сделать, но это уже придирки. Тоже у нас такая алый красный цвет. Интересный, вроде все хорошо легло. Также у нас принты в 360. Все отлично. Ну, вроде, может быть, я уже реально придираюсь с китайцем. У нас принтик на ручках, и у нас пропринтованный плащик. Такая же прическа, как и предыдущая, и два выражения лица. У нас из аксессуаров вот такие огненные штуки, как у Алой Ведьмы. У нас вот такое первое выражение лица, и точно такое же, ну, немножко злое, но в масочке. Ну, тоже особо ничего не скажу. Фигурка, ну, для меня есть и есть, но мне более другие интересны. Но, в принципе, фигурка хорошая. Солдатик. Ух, он получился просто отменным. Ну, кто не знает, это что-то вроде типа Капитана Америки. Ну, посмотрите, поймете. В общем, прикольненький, очень интересный. Щит вообще прям отпад, печать прям суперская, ребят. Да и вообще, сейчас уберем щит, больше аксессуаров нету, и мы не надо. Вообще, печать принтов шикарнейшая. Детализация у всех мини-фигур, детализация на высшем уровне. Просто шикардос. Линии не тонкие, не жирные. Посмотрите, вот видна чешуя даже. Просто шикардос. Вот чешуя, зачешуем прям респект, потому что она у твердыни тоже имеется, тоже офигенная. И у нас, ну, залысина, наверное, что большая немножко. У нас два выражения лица, вот такое, и немножко такое побитое злое. Ну, здесь видно небольшой какая-то точка, грязь, непонятно. Не знаю, буду ли ее отмывать, отстирывать. Не знаю, не знаю. Но фигурка шикарнейшая. Королева Мэйв. И вот тут небольшой косяк. Так как у нас торсик красного цвета, то, естественно, бежевый, человеческий такой цвет кожи, он лег немножко розоватым. Ну, а так, в принципе, ну, костюмчик у него, конечно, всегда был огонь. Очень прикольно, очень круто, очень похожий именно костюмчик. По бокам наручки, все, вообще, респект. И прикольная прическа, конечно, соответствует ей. И у нас два выражения лица. Ну, вот такое немножко, скажем так, видимо, она боится твердыни в данный момент. И сухмулочкой. Можно было, конечно, сделать позлее лицо. Но здесь, видимо, она с твердыней конфликтует. И у нас голые голенные плечики. Ну, прикольная Мэйв фигурка. Из аксессуаров у нас только меч. Звездочка, ребят. Ну, это вообще топ. Я очень рад, что они сделали именно китайцы. Сделали именно этот ее костюм. Ну, шикарнейшая Мэйв фигурка. Это прям достояние этого пака и еще твердыня. Фигурка просто превосходная. Мне очень нравятся такие персонажи в Лего. Ну, фигурка шикарнейшая. Тут вообще все идеально. Ну, есть небольшой косяк. Но это, я думаю, просто мне так попалось. Просто превосходно. Волосы ей очень идут. Прическа очень похожая. Лицо, выражение лица тоже похоже. Все идеально подчеркнуто. Конечно, фигурка немножко, скажем так, сексуализирована. Но мы мужики, нам нравится. Так, снимем волосы. У нас два выражения лица. И вот такой мне попался косяк. Немножко бровь поехала. Но если бы не поехала, то вообще отпад. Очень реалистично похоже. Тут даже, даже тут она очень милая. Единственный минус, непонятное еще имеется. Это вот, смотрите, у меня не пропечатана, у меня верхняя сторона данного торсика, она белая. Должна быть, не знаю, какого цвета, но она белая, блин. Не знаю, это косяк или нет. Кому пришли мне фигурки, напишите, как у вас тут дела обстоят. Ребят, ну фигурка вообще, ну балдежная. Хомлендер, он же твердыня. Блин, ну это просто отпад, ребят. Детализация шикарнейшая. Просто все соответствует своему сериальному прототипу. Просто отпад. Круто, что они сделали. Тут немножко откинули, и там видны звездочки. Ребят, отдельный респект просто за этот плащ. Просто отдельный респект. Он хороший по качеству, и печать достаточно качественная. И у нас также под плащом все пропринтовано, все вкруг. Мне нравятся здесь вот орлы эти изображены. Молодцы, что добавили именно вот этот аксессуар. Он добавляет более схожите с оригиналом. Просто шикарнейшая фигурка. Очень круто отображены перчатки его. И лицо, ну просто очень узнаваемо. Очень похоже на актера. Ну, превосходно. И, естественно, два выражения лица. Каково ума? Каково? Прямо испепеляет взглядом этим. Прямо пилит. Ну, шикарно. Шикарнейшая мини-фигурка. Просто нет слов. Итак, ребят, подводя итог, что я хочу сказать. Если вы фанат сериала, то смело покупайте. Фигурки отпадные. Но косяки связаны, скорее всего, со стартом продаж. Это нормально, это естественно. Сейчас чуть подвыровнится. Фигурки себе будут качественные, без таких огрехов. Сильных огрехов я не вижу. Здесь Ксинов, в принципе, справились. Молодцы. Респектно большое. Спасибо за это. Если фанат сериала, я повторюсь, покупайте смело. Если нет, смотрите сериал и заказывайте пак. Фигурки того стоят. И я очень надеюсь на вторую часть пака, чтобы увидеть бутчера, мясника, хьюи, молокоматери, французы и вообще много других. И кимико тоже. Пока у нас только суперы, но я надеюсь и на простых людей. Ребят, прям смотрю, любуюсь. Шикарнейшие фигурки. Заказывайте. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вступайте в группу в Телеграм, ВКонтакте, где мы выкладываем вот эти все новиночки, аналогов и оригинального лего. Всем пока.